Толик, а вот такой вопрос. Мне все время там говорят ребята, что вот вы все время показываете там технически подготовленных людей, которые стали автоматизацией заниматься и так далее. А вот вы покажите там какого-нибудь простого там, не знаю кого, водовоза или тракториста там и так далее. Ну вот ты не был технарем, да? И тебе было 45 лет, когда ты попал в вашу школу, где-то в этом районе. Это был... 96-й год, по-моему, был. 40, 40, да, ну 43 года. В 43 года, в 43 года приходит человек, который по образованию экономист, закончил строительный институт, да? Сколько времени у тебя ушло, чтобы начать заниматься автоматизацией? Как это произошло? Ну я может чуть-чуть отличаюсь. У меня все же был бэкграунд, у меня была математическая школа. Физмац-школа была, да. И когда я приехал в Америку, не имел ни Англии, а я приехал еще из Советского Союза. Да. Какой год был? В 89-й год. И я пошел в компьютер-ленинг-центр учиться. А, а чему еще учился? Там Кабалу? Кабал, Assembler, Basic. Понял, то есть какая-то подготовка была? Да, я получил сертификат. Сертификат. Но не работал. Я хотел в тот момент найти работу, и было трудно. 90-й год было как раз еще и после землетрясения еще здесь было. Все вместе было. Экономика подорвалась на землетрясение. Да, и было нелегко найти работу. Ну, я учился, работал в такси. Да, да. Подожди, в лимузине был? Открыл лимузинную компанию. О, это понятно. А это сколько у тебя было лимузинов? Было три всего лимузина. Но дело даже не в этом, а в том, что я искал себя, я хотел что-то найти. И даже мы с друзьями пытались в начале 90-х открыть бизнес в России. И даже туда ездили. И потом, когда это все лопнуло, я пришел к Мише Портнову. 96-й год уже был. Сказал, все, хватит. Бизнесом я больше не буду заниматься. А буду честно работать и получать честную зарплату и быть счастливым. Хорошо. Сколько времени прошло, пока тебя затянуло в автоматизацию? Мы, собственно, в школе преподавали автоматизацию. Практически сразу я начал. А, вот так. Это был Visual Test. В начале первого первого работы у Миша ты помог найти. Я не помню, а что это было? Это был Компакт. А, окей. Саша хотел. Да, да, да. Я помню, помню. А сколько ты там был? Месяца два-три. И тут же я уже сразу устроился в Sony. Но Компакт не был автоматизирован. Там все вручную было. Насколько я понимаю. Да, да. Ну, уже тогда Visual Test я пытался делать. Visual Test что-то. Да. Майкрософтовски. Понял. Значит, потом была компания Sony, а в Sony уже автоматизация пошла. Да, там я уже более серьезно стал делать. И там был уже QA Partner, по-моему. Или Mercury что-то было, по-моему. Винранер какой-нибудь? Да, да, да. И там я проработал восемь месяцев. Пошел после этого по контракту Oracle. Поработал в Oracle по контракту. Уже чисто Automation я уже пошел. И потом пошел в Hyperion. Делал там QA Partner был. У нас было там так. Ну, там Hotline Arias были у нас на manual test. И мы же отвечали за автоматизацию. Ну, там мощная команда была на автоматизации. Так я вспоминаю людей, которые там работали. Ну, ребята преподавали. Да, да. И потом Hyperion был куплен компанией Oracle. Это там... Но я как раз в этот момент, я проработал там 9 лет. И я как раз ушел. А после этого они стали Oracle. Я ушел еще не из Oracle. А, окей. Но я пошел дальше в Apply by Systems. Работал. Я работал в нескольких компаниях. И каждый степ, когда я делал, я чему-то новому учился. Вопрос такой. Вот все-таки, значит, занимаясь, грубо говоря, 20 лет, больше 20 лет автоматизацией, ты видел дикое количество народу в автоматизации. Вот очень многие люди естественный страх такой испытывают. Они говорят, ну как же, ну вот я не технический, не инженерный. Там, могу ли я? Вот ты тоже говоришь. Вот они скажут, а-а-а, посмотрите на него. Он же учился там в Computer Learning Center. То есть он не был с нуля. Но вот много ли народу успешно осваивают это дело, не будучи как бы технарями по образованию или там опыту работы и так далее? Насколько это неподъемно или подъемно? Все зависит от человека, от его способности, от желания и как пейшнт, или как это по-русски. Терпение. Терпение, да. И, безусловно, нужно очень много заниматься в процессе. Чудесная школа Портнова. Великолепно. Но нужно понимать, что эта школа помогает тебе начать сделать первый шаг. Помогает найти работу. Ну, дальше это не то, что какая-то красная кнопочка, которую ты нажал. Помидоры, да? Да, 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 да. Вот люди пришли, собирают. Помидоры, так. Это не какая-то красная кнопочка, закончил школу и дальше тебе покатило все. Нужно, как и любое дело, нужно осваивать и не стоять на месте. Все время новая туз появляется. Нужно повышать свои знания. Ну, в данном случае речь идет вот как бы страхи. Ну, любой человек. Очень много было музыкантов, по-моему. Музыканты шли как родные. Да, да. Мне даже там кто-то объяснял, что мозг музыканта устроен как у математика, что вот это практически идентичные виды деятельности. По нотам играть и математические задачи решать, что это вообще чуть ли не близнецы, братья. Друзья, вот она скотинка американская, породистая, мордатая, жрет органическая. Но у нас же по два раза как минимум, наверное, снимаются урожаи и помидоры. Клубни, вообще там раза по три, да? Так, возвращаясь к автоматизации, меня в данном случае интересует начать. Вот человек боится начать сложно, потому что если он уже начал, понятно, что дальше ты растешь. А вот кладбище, друзья, кладбище, красиво, просторно, места много. Чистенько. Чистенько. Незаросшее. Да. Насколько трудно? Вот что человеку мешает? Ирин себе говорит, вот у меня есть три месяца, а если, скажем, пять, то у меня нету. Или что происходит? А что ему, репетиторов, может быть, брать? Или там два года в сити колледжи сначала проучиться, а потом уже? Я думаю, что все способы хороши. Нужно не стоять на месте, надо искать, учиться, смотреть, иметь желание расти, делать какую-то карьеру. Как в любом деле. И, наверное, нужно какие-то классы брать, и опять же возвращаться к Миша Портнову, и брать какие-то специальные классы. А вот такой вопрос. Вот с 96-й год, вот вы там учитесь в классе, сколько вас там было. Из этих людей, которые вот тогда в 96-м учились, какой-то был ощутимый процент таких, кто не потянул, не смог, бросил посередине, в конце где-то. Или там львиная доля прошла, даже так не моргнув, вот из тех, кто с тобой учился. У каждого было по-своему, но я не знал в тот момент, по крайней мере, в конце 90-х, я не знал людей, которые не устраивались. Практически устраивались все, ну а дальше уже вот по-разному было. Но я думаю, что большинство, наверное, 90% так и осталось, и работают люди. Но вообще время-то было хреновое, то есть получалась такая вещь, что если ты не пошел и не прорвался, то дальше тебе вообще непонятно, как жить. Потому что был момент перехода, когда не просто уже люди делали manual test, а когда уже были требования дальше больше делать, automation делать, какой-то частично, но понимать хотя бы, понимать, что такое whitebook testing, что такое сам код, хотя бы не быть программистом. И вот кто-то, конечно, не смог пройти. Я вот на самом деле даже о другом сейчас говорил, что было много людей у нас, которые приходили в те годы, и они как бы считали себя вполне состоявшими. Они там за 15 долларов, там девочки в бухгалтерии сидели, и у них английский хороший, они так одеты были уже прям совсем как местные. И улыбки такие, и прононс, и о 15 долларов, понимаешь, и вдруг до них дошло, что дальше 15 долларов им просто некуда идти. А какие были замечательные девки вот из туристических агентств. Понимаешь, они мало то, что с высшим образованием, это же креативная очень работа, они там, чтобы получить цену хорошую, там они мудрили, комбинировали. То есть такое количество умственной энергии было бы вовлечено, что просто от перехода там, скажем, в тестирование, они там второе больше начинали получать. Потому что они уже имели очень развитый мозг. Мы разорили несколько турагентств, я очень переживал по этому поводу. Но что делать? Слушай, а по дороге тут нет, где фрукты и овощи продают, ларьки какие-нибудь? Так, я чувствую место правильно. Есть немножко, но мы проехали как раз, зажали. Но мы попадем сегодня. Ну да, конечно. Вот, значит, и автоматизация. Многие боятся, понимаешь, вот с одной стороны сейчас тенденция такая, что как бы все говорят, давай, давай автоматизацию. С другой стороны, люди говорят, ой, а я не смогу, а я не потяну, а я, а я не инженер, а я не программист, у меня нет бэкграунда. То есть ты считаешь, что кроме вот, допустим, если есть трудолюбие и большое желание, то прорывается. Можно прорваться или как? Ну, есть несколько качеств, которые необходимо иметь хорошему. Так, очень интересно. Окей, ну, наверное, в первую очередь нужно быть detail-oriented. Окей. Это важно. Если ты хочешь действительно протестировать или ты хочешь узнать какие-то недостатки программы, ты должен степ-бай-степ, ступенька за ступенькой пойти что-то, понимать логику. Ну, и это, наверное, это один вопрос. Второй, как мне кажется, я много раз проводил интервью уже потом, и техническая сторона для меня была даже не важна, когда я говорил с людьми. Так, на автоматизацию. Да, мне важно было другие две вещи. Первое, человек должен быть тимплеером. Для меня было важно это. Поскольку мы работали в комп... Несколько человек нас. Да. И второе, важно было увидеть, что человек имеет базу какую-то, но при этом он очень хочет учиться и повышать свой уровень. А как это видно? Вот как ты знаешь, что он хочет? Если спросишь, а хочешь ты повышать уровень, он говорит, конечно, хочу. А как знать, хочет, не хочет, будет он что-то делать или не будет? Или так бывает, что я ошибешься? Ну, конечно, бывает, ошибешься. Бывает, фармазон может какой-то прийти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!